Добро пожаловать в наш канал! Точно! Тогда мы с вами начнем! И для этого самое важное, это, конечно, плита. Ну, не сама плита, а нам необходим подогрев. Дома можно использовать и варочную комфортку, и, возможно, у вас есть газ. Но для данного мастер-класса я использую такую вот плиту. Обязательно она должна быть исправна, потому что, не дай бог, что-нибудь случится. Но и в любом случае, ребята, не забывайте, обязательно помощь взрослых, ведь они чуть-чуть побольше вас знают. И они, где нужно, вам обязательно помогут. Значит, если у нас есть нагревательный аппарат, это уже хорошо, это самое важное. Не забывайте технику безопасности. Мы его ставим на ровную поверхность, вот в моем случае это на стол или на плиту, на плитку керамическую. Второй важный момент. Чтобы сделать свечу, нам нужна тара, в которой мы ее будем варить. Да-да-да, не супчики какие-нибудь, а именно сегодня будем варить свечи. У меня есть вот такая старенькая, испытанная многими годами кастрюлька, и надо это делать обязательно на водяной бане. Что это такое за устройство? Когда мы емкость ставим на плиту, туда мы наливаем воду, и нам необходима емкость. Тут я использую металлические баночки, которые мы погружаем вовнутрь, и именно здесь вниз, в них, варится вот эта вот свечная масса. Значит, так как свеча у меня сегодня будет слоистая, мы будем использовать несколько цветов, поэтому две баночки, ну, как-то мало. Во-первых, не очень симпатичны, вам не все будет видно, поэтому эти две емкости я убираю, а буду использовать вот такой тазик. Спасибо, мама! У меня вот такой есть тазик и четыре баночки. То есть, сюда я наливаю воду, ставлю на газ, а эти баночки мы наполняем специальным составом. Чуть позже расскажу, какой. Емкость, вода, баночки. Вы скажете, ну, возможно, можно использовать стеклянный. Ну, честно сказать, как бы можно, если совсем нет. Ну, нежелательно, потому что при нагревании, при очень сильном нагреве стекло может треснуть. Ну, во-первых, это будет неприятно, во-вторых, это небезопасно, ну, в-третьих, у нас все выйдется и придется заново делать. Поэтому давайте так, используем жестяные, вот, кстати, от фасольки, да, можно из-под сгущенки, ну, может быть, у вас еще какие-нибудь есть. Лучше металлическое. Во-первых, она будет дольше нам служить, ну, чуть-чуть, и несколько баночек под разные цвета. Хорошо. Емкости мы с вами выбрали. Следующий – это сам материал. Если честно, когда у меня был ремонт, я нашла на антресолях вот такой вот кусок парафина. Да, самый настоящий. Ну, ему, честно сказать, лет уже 30, лежал он очень долго, но свои свойства он не потерял. Ну, честно сказать, такой использовать, наверное, не хочется, но я расскажу еще вам одну хитрость. Нам необходим будет нож, и мы счищаем весь этот грядный слой. Ну, вы скажете, он все равно цвета не очень белого. Не переживайте. Когда мы его растопим, а именно так и происходит. Мы свечную массу, вот у меня здесь есть уже готовая, мы с вами засыпаем в наши емкости, да, и ставим на водяную баню. Пройдет некоторое время, вода начинает закипать, но лучше не на максимум ставьте, ну, градусов, так вот, не копечения. То есть, вода должна быть горячая, и парафин начнет растапливаться. Будет похож на такую прозрачную воду. Ну, возможно, здесь она будет немножко мутноватая. А вот если мы с вами растопим вот такие свечи, да, вот они, смотрите, свечи малышки, то сама вода, ну, так скажем, в кавычках, сам парафин, да, он будет уже такого же красного цвета. Как это проверить, какого будет цвета? Ну, вообще лучше, конечно, взять какие-то, вот у меня есть ломыши различные, да, и затолкать, да, разломать и положить их в разные емкости. Тогда мы с вами больше поймем, какие у нас будут оттенки. Следующий этап. Как же мы будем окрашивать? Потому что я-то обещала, что будет слоистая. Ну, допустим, красноватый оттенок у нас есть. Белый, я вот насыпала этот порошок. Его можно, кстати, купить в магазине. Если у вас вот таких вот запасов нет, то его можно купить в магазине. Называется он стиль айринг. Парафин, потому что в застывшем состоянии такой, как кусочек льда, или, возможно, же на мыло похож. А стиалин – это тоже состав, из которого делают свечи. Они даже чуют лучше по качеству, говорят. Он вот такой сыпучий. Его засыпали, растопили, и прозрачная жидкость, как вода. Так вот, мы заполнили емкости. А вот красить мы будем другим моментом. Давайте так. Первая часть я рассказала пока только поверхностно, что мы будем с вами делать. А теперь я уже покажу, как это будет на самом деле. То есть я включу плиту, мы начнем уже варить эту водяную баню, и вы все сами увидите вживую. Так, посмотрите, ребята. Я включила не на максимум, вот максимум. Да, я включила чуть меньше. Вода. Вот, вода у меня уже тепленькая. А здесь, в тех самых железных баночках, я готовлю свечную массу. Здесь у меня раздробленный кусок парафина. Тут у меня стружка вот этого стеарина. А это свечи. Не бойтесь, их можно оставить прям так. Когда они растопятся, фитильки мы вытащим. Кстати говоря, в этом нам помогут обычные китайские палочки. У нас будет в каждой баночке своя палочка-мешалочка. Еще, так как баночек у меня несколько, и цвета будут разные, я подготовила вот такую стружку. Вспоминайте, мы уже делали, когда засыпную свечу готовили. Вот такую стружку от оранжевой свечки. А здесь у меня разные неудавшиеся были свечи или которые, агарки, да? Кто-то мне писал, как можно использовать старые агарки. Вот, не выкидывать. Из-за этого мы тоже обязательно сделаем. То есть, вот эти свечи, они по своей фактуре, когда растопятся, будут прозрачны. То есть, ее можно кинуть сюда, и мы дождемся момента, когда это все растопится. Сейчас я жду, пока нагреется еще чуть больше вода. Погружу эти баночки в эту емкость. Ой, видите, плавает. Не так тяжело. Надо, конечно, чтобы массы было чуть-чуть там побольше. Ну, четвертый цвет можно сделать какой? Ну, допустим, зелененький. Ну, зелененького будет мало. Пока свечная масса у нас растапливается. Кстати, если вы это делаете на кухне, обязательно расскажите своим домочадцам, что будет необычный запах. Вот, видите, идет испарение. Парафин сейчас начнет топиться, и запах будет специфический. Если раньше ваши домашние не знали этого запаха, могут возникнуть некоторые недоразумения. Обязательно предупредите. Запах специфический. Не очень яркий, не очень острый, но лучше об этом поговорить заранее. Может быть, не каждая мама готова, чтобы на ее кухне пахло не только едой, но и парафином. Смотрите, пока все это у меня топится, я расскажу, как мы будем с вами дальше работать. Для любой свечи нам понадобится фитиль. У меня, конечно, есть уже готовый клубочек, но, увы, наверное, у каждого из вас не будет его. Значит, что есть фитиль? Это хлопчатобумажная нитка. Вот здесь она просто скручена. А мы с вами можем сделать его из обычных ниток. Или мулине, или ирис. Спасибо, мама, она мне дала свои вязальные ниточки. И сейчас я покажу, как мы из этих ниток будем делать фитилек. Ведь самое важное, у каждой свечи он свой. Все зависит от диаметра. Вот диаметр свечи и фитилек здесь соответствующий. И посмотрите внимательно, он не просто скручен, а с ним что-то сделали. Вот именно сейчас мы кое-что с ним и сделаем. Мне очень хочется сделать цветной фитиль, поэтому я беру три ниточки, произвольно отрезая длину. Я вам показываю. Дальше вы будете сами решать, какой длины делать фитиль. А фитиль идет по всей длине свечи. То есть, чем длиннее фитиль, тем должна, по сути, быть свеча. Вот у меня три цветных фитилька. Я их выравниваю с одного места. И что делать дальше? Беру скотч и всю эту нашу конструкцию приклеиваю для чипа. Для того, чтобы из нее сейчас, из этой ниточки сплести косичку. Ребята, а все ли умеют плести косички? Вот и узнаем. А если не умеете, обязательно научитесь. Ведь именно сейчас мы с вами будем делать свечу с нуля. То есть, с самого-самого начала. Это будет ваша личная свеча, которую вы сделаете собственными руками. Значит, я должна сейчас сплести из этих ниточек косичку. И у меня получится красивый фитилек. В конце можно завязать узелками, чтобы она не расплелась. Но посмотрим, что же у меня получится. Вот какой у меня получился красивый фитилек. Его будем использовать. Пока у нас растапливается свечная масса, периодически можно помешивать. Там, где у нас были красные свечки, возможно, уже фитильки. Вон, еще не готово. Зеленый цвет уже подрастопился. Но смотрите, у нас вот здесь вот прозрачный. Чтобы его окрасить, профессионально используют вот такие вот, я их называю лукум. Вот такие красители. Это жиросодержащие красители. У них цвет очень концентрированный. И вот этого одного кубика хватит, чтобы красиво раскрасить целых 2 литра прозрачного парафина. Но, скорее всего, у вас дома такого нет. Поэтому лайфхак еще один. Мы с вами будем использовать обычные. Да-да-да, восковые мелочки. Какой захотим цвет, такой и будет. Мне даже кажется, вот этого одного мелка будет предостаточно. Ну что, возьмем мы его? Или нравится другой цвет? Ну, если вспомнить, какие у нас цвета, в принципе, этот цвет очень хороший. Надо удалить бумажную упаковку, разломать его и кинуть в ту баночку. Ну что, посмотрим, что в конце у нас в итоге получилось. Ну что, продолжаем. Пока у нас готовится вся эта свечная масса, вот вы, наверное, даже слышите, плиточка все подогревает, у нас 4 цвета, нам необходимо сделать, самое важное, это основа. Какая форма у нас будущей свечи? А вы задумывались? Да, она будет слоиста, это хорошо. А какую форму она будет иметь? Хм, давайте подумаем, ведь от этого еще и зависит красота свечи. Для этого подойдут разные моменты. Я предлагаю вам выбрать. У меня есть пластиковая емкость. Вот такая вот. И если мы зальем туда парафин, какой она будет форма? Такая же пузатенькая, еще с такими вот необычными формами на дне. Может быть вот такая, откуда ее насыпалось, стеарин, да? Она тоже будет пузатенькая. И посмотрите, она будет похожа на нашу, как мы уже знаем, пеньковую свечу. Хорошо, второй вариант. Может быть вот такой третий вариант, тоже пластиковая форма. Если мы зальем сюда свечу, она будет такой большой, толстой-толстой таблеткой. Но будет ли хорошо здесь вот эти слоистые, у меня есть четыре цвета, а прогорать она будет туда, возможно, от этого варианта сразу откажусь. И еще один вариант, это все мои любимые разные шампуни. Может быть и бальзамы, еще какие-то емкости красивые, а может быть из-под йогурта красивая баночка у вас есть. Можно, как и бумажную, но главное, чтобы у нее была герметичная донышка. А можно пластиковую. Я очень люблю плоские формы, как эта. Но нам ее нужно подготовить. Я беру для этого два инструмента. Это нож и ножницы. Опять же, выбор какой, каким они удобнее, маленькими или большими. Пластиковая форма, она бывает для разных моментов. Есть для пищевой, и пластик здесь более тонкий, где можно даже надрезать ножницами. А вот бутыльки от шампуней, от бальзамов, они достаточно плотные, потому что продукция дольше хранится. Ее просто так не разрежешь. Особенно на донышке. Это маленькая хитрость, опять от меня вам. На донышке пластика больше, и его невозможно отрезать даже ножом. А если нож отскочит, представляете, как будет мне приятно. Раны, порезы, зеленка. Ну, я думаю, это не для нас. Поэтому мы берем форму, ставим под углом, и сейчас просто делаем надрез. Обязательно, ребят, делайте это со взрослыми. Ну вот, где-то я уже делала надрез, и уже при помощи ножниц отрезаю форму. Хм, почему Юлия Сергеевна решила сделать именно здесь надрез, а не выше? Ну, я решила, что мне, в принципе, достаточно высоту и такой свечи. Парафина у меня не так много, и мне хватит такой высоты. Делаем, режем по всему краю. Ну, лучше делать со взрослыми, у них силы побольше. Кстати говоря, бывало порой на занятиях мы использовали две емкости. Посмотрите, даже здесь какая будет необычная формочка в вазочке, да? Ну, это на крайний случай. Значит, нам понадобится эта форма и тот самый фитилек, который мы с вами сплели. И вот он у меня красивый, цветной, да? Он помещается туда. Ну, он как-то там колбаской сосисочкой, да? Не очень здорово. Поэтому я расскажу вам еще одну хитрость. Хотите знать? Мы сейчас с вами сделаем маленькое волшебство. Не верите? А я сейчас покажу. Для того, чтобы ниточка превратилась в палочку, достаточно одного движения рукой. Ну, только, ребята, очень осторожно. Нам необходимо эту ниточку погрузить в цвет. Ну, я вот в ближайший. Только не касаемся пальцами ни баночки, ни жидкости. Тихонько вытащили. Вот она пропиталась. Ну, вам, наверное, не очень видно, но покажу, как. Я ее кладу на стол, и мы с вами ждем некоторое время. Прошло буквально две минуты, и наша ниточка превратилась вуаля! Вот в такую вот палочку. Вот, посмотрите. Значит, это у нас уже будущий вид свечи. Емкость, которую мы должны по центру опустить наш петелек. Ну, смотрите, она болтается. Если мы будем заливать, то это у нас, к сожалению, не годится. Нужно сделать закрепочку. Есть три варианта. Первое. Мы протыкаем зубочистку, и она держится четко по центру. Второй вариант. Это мы с вами берем и наматываем на палочку. Намотали. И посмотрите так, чтобы фитилек был ровно по серединке. Опустили, оставили. Но, опять же, оно, видите, болтается. Мне этот вариант тоже не очень нравится. Можно и на гвоздик какой-нибудь намотать. Но третий вариант самый интересный. Когда у нас есть палочки для суши, которыми мы пользуемся. И они у нас сдвоенные. То есть, они имеют такую форму, когда у них один конец откреплен, а здесь они смыкаются. Этот вариант лучше всего. К сожалению, при транспортировке они у меня поломались. Но я вам расскажу такой способ. То есть, мы погружаем наш фитилек во внутрь баночки, а этими двумя палочками зажимаем фитиль. И он у нас четко находится по центру нашей емкости. Вот такие хитрости. Ну что, ребята, парафин мы с вами уже на топии. Фитилек, как видите, мы уже сделали. Осталось нам наполнить эту форму. Форма уже красивая. Когда мы с вами нальем парафин и всю свечу, как хотели, чтобы было полосками, нам надо будет всю эту конструкцию оттуда вытащить. Потому что эта форма у нас одноразовая. Да, конечно, все любые свечи формовые, заливные, они могут для них использовать и силиконовую форму. Но так как у нас все в домашних условиях, мы используем пластик. Она одноразовая, потом мы ее разрежем. Но, чтобы свеча оттуда легко вытащилась, есть маленькая опять от меня хитрость. Можно смазать внутреннюю часть кремом, чтобы он был жирный какой-нибудь, детский, хорошо подойдет. То есть капельку горошинку на пальчик и пальчиком промазываем все стеночки. Можно, второй вариант, можно использовать жидкое мыло. То есть дозатором туда капнули и также пальчиками промазали. Ну, если сильно не достает, ничего страшного. Если уже стенки скользкие, она так быстро оттуда выскочит. Но, если этот был шампунь, как и у меня, да, то есть у вас, как и у меня, только что использован, я вылила до конца, то тут уже остался немножко где-то на стенках этот шампунь. Запах, честно сказать, очень приятный. Поэтому можно это использовать. То есть уже с запахом шампуня у нас будет с вами свеча. Это будет очень классно. Значит, что делаю дальше? Чтобы нам парафин залить в баночку, надо обязательно иметь прихватку. Потому что руками это схватить не получится. Ну, конечно, взрослым может быть, вот как я, за краешек схватить можно. Терпимо. Для ребятишек, конечно, это небезопасно. Для того, чтобы нам сделать донышко, и оно будет служить первым слоем раз, а во-вторых, такая закрепочка для фитиля. Вот давайте я такую ниточку ее опущу туда вниз. Пока так его положу. Значит, при помощи нашей любимой прихватки, знакомьтесь, это ням-нямыч. Он любит все хватать и ням-ням. Я беру цвет зеленый, фиолетовый, белый или красный. Какой бы мне выбрать. Красный, хочу красный. Там, кстати, были узкие свечи. И посмотрите, каких червячков я там нашла. Их можно выловить. Ну, в принципе, они нанесены лучше. Я прихваткой беру баночку и тихонько, да, наливаю. Ребята, старайтесь, чтобы парафин не впадал на стенки, а то рисунок будет в полосочку. Ну, может быть и хорошо. Но есть еще маленькая хитрость, когда при помощи палочки мы с вами наливаем. Какая будет у нас глубина этого слоя? Ну, я думаю, пару сантиметров достаточно. Как раз закрою дно. И у нас будет закрепочка. Такой вопрос. Могу ли я сейчас взять другой цвет и тут же залить в эту баночку? Нет, конечно, скажете вы. Конечно, возможно. Но цвета смешаются. Будет ли это красиво? Не всегда. Все-таки я хочу, чтобы у меня были четкие границы у этих слоев. Поэтому я оставлю так застывать. Помните про нашу сдвоенную палочку? Вот таким вот образом я ее оставляю. Видно вам? Хорошо. Оставляем где-то часа на два. В холодильник, думаю, не надо встать. Мама может расстроиться. А при комнатной температуре, в принципе, он остынет. Значит, через два часа мы с вами продолжим. Ну что, продолжаем? Посмотрите, какой уже красивый цвет. Оранжевый. Ну, был вроде красный, но стал только красно-оранжевым. Теперь новый цвет. Так, у меня зеленый. Ну, такой фиолетовый и белый. Так, давай зеленый. Я опять снова беру прихваточку. Размешиваю его для того, чтобы, если там осадок появился, его не было. Беру аккуратненько и наливаю. Так, если вдруг есть там грязинки, аж меточки, можно процедить через марлю или какие-нибудь старые мавиные колготки и же дождаться, когда эта грязь осядет на дно, и тогда наливать. Помните, да? Хитрость по палочке. У меня уже здесь мешают палочки, поэтому нужно стараться предельно осторожно и внимательно. Можно слой сделать толще, можно тольше. Ну, получилось чуть тоньше. Ничего страшного. Я опять баночку оставляю, пусть у меня постоянно. На небольшой температуре они подавиваются. А эту свечу мы оставим в покое еще. Ну, на часик-два. Хорошо? В следующий раз новый цвет. Посмотрите, какие уже красивые у нас цвета. И я решила к этим добавить тонкую полоску еще сиреневенького. Ну, вы помните, мы с вами растапливали мелок. Вот. Добавляем. Вот. Надо тщательно размешать, я смотрю. Чтобы более насыщенный был цвет. И заливаем. Ну, получилось не тонкое, толстое. Так, чтобы фитилек не падал, мы его закрепляем палочкой. И смотрим, что будет дальше. Для удобства я немножко сдвинула фитиль. И смотрите, сейчас буду заливать белым цветом. По сути, у меня еще, ну, давайте на два цвета белый и закончим оранжевым. Значит, не забываем, что у каждого цвета своя палочка, чтобы не путаться. Ой, ребята, смотрите, что произошло. Как интересно. А оттенок-то у нас вышел другой. Значит, где-то у меня запрятался совсем не белый цвет. Волшебство. Залила фитилек. Обратно возвращаем, иначе криво застынет. И ждем снова до полного застывания. Заканчиваю я, как договорились, оранжевым цветом. Доливаем до самого-самого края нашей пластиковой формочки. Она, может быть, конечно, у вас силиконовая. Стеклянную лучше не использовать. Вот так. И ждем еще полного остывания. Ну что, посмотрите, какая красота. Она у меня полностью застыла. Я вынимаю палочку. И мне нужно снять с упаковки. Я беру нож. И посмотрите, если я буду начинать резать так, я могу повредить. Поэтому мы аккуратно, видите, я к стенке, к слою, где прижимается стена, вот вам видно хорошо, я начинаю прорезать. Здесь не важно, как уже нож пойдет. Нам главное вытащить, не травмируя нашу свечу. Вот здесь по кругу. Если вы будете делать это ножницами, из-за сильного нажатия будет лунка. Это не очень хорошо. Поэтому мы продолжаем вот так резать по кругу. Берегите пальцы. Лучше это доверить взрослым. Так, смотрим. Вот она, видите, как она легко сама оттуда выпала. Так, из-за того, что у меня белый цвет полинял, видите, он не совсем идеально чистый, и она смотрится немножко такая, не совсем как будто до конца доработанная, я предлагаю завязать ленточкой. Здесь же мы учимся красивые завязывать бантики. Можно даже двойную какую-то ленту. Сейчас я подумаю, может быть, мы просунем сюда блестюшку. То есть декор свечи возможен, но не обязательно. Это уже на ваше усмотрение. Мне хочется ей сделать немножко такое более праздничное оформление, поэтому я делаю красивый бантик. Можно наклеить стразы, но только по самой свече. Там, где фитиль, желательно не клеить. Если хотите, можно сделать где-то, раскрасить. Значит, вот у нас фитилек, вот у нас свеча. Посмотрите, я ленточку подобрала в цвет наших оттенков. Можно бантик сместить в бок, и тоже будет хорошо. Ну что, ребята, понравился вам наш урок? Посмотрите, как можно сделать даже в домашних условиях красивую свечу. Сколько хитростей Юлия Сергеевна сегодня вам рассказала. Все ли запомнили? Какие важные моменты главное соблюсти. Четко по плану выполнять, когда наливать парафин. Обязательно следить за составом, чтобы не выплехивался, чтобы постоянно подогревалось. Как остужать? Да, можно прибегнуть к хитрости и заморозить в холодильнике слои. Так будет быстрее. Но смотрите, чтобы родители вам обязательно разрешили. Ну, вам понравилось? Если да, обязательно смотрите все следующие мои видео. Там я расскажу еще несколько разных хитростей. Ведь, как я говорю, каждому празднику новая свеча. А вы подумайте, кому мы подарим эту свечу?